всем огромный при огромный привет я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ребят поговорим с вами о канале алюми катюня все просто до добралась я до их канала и как только я добралась у них успел уже выйти еще один видеоролик как вы думаете какой обзор нового тюля от соломона рабаева и я ребят выпала в осадок думаю ну капец 31 минута обзора тюля кому думаю это нужно жесть как будто кто-то попрется в этот магазин покупать такой чуль как купила уралка занавес занавес по еёшному и егошному по мамыному папыному или как они там говорят короче калюня в начале видеоролика сказал что уже надоела якобы жрачка котлеты пельмени все прочее пора бы поработать говорит весенняя погода весна на улице опять бедные несчастные зиму с весной перепутали алю не опять вся издергалась что ой как это у вас пишут так тепло у нас везде сугробы и морозы у вас так тепло якобы там завидуют алю не что они варятся в тепле в солнышке а как по мне как же это прекрасно ребят когда мороз снег и идешь и слышен этот скрип снега под ногами морозный воздух который вдыхаешь и чувствуешь прям какое-то очищение внутри организма когда окажется все твое тело и каждая твоя клеточка обновляется но это опять вся визжит от счастья что кто-то там завидует что у них тепло алю не понимаете надо завидовать комментарии ей надо писать всегда только позитивные только хвалить и можно даже перехвалить но только не недохвалить это нельзя и обязательно ее надо благодарить за все видеоролики иначе а вы знаете что бывает иначе они отправляют в бан да они банят и все ну это тоже хорошо потому что после бани все отправляются ко мне и потом не нарадуются потому что таки у меня оказывается веселее разводят какую-то бодягу целый видеоролик что-то там обрабатывают поливают косточки там высаживают персики или абрикосы короче какая-то вот ерунда которая сопровождается постоянно вот этим вот визгом алюми почему визгом потому что это настолько наигранный ее голос что я не даже не знаю как она умеет по-настоящему говорить и не знаю какая она реальная да неужели вот и правда она реальная такая какой она себя показывает видеороликах то знаете это называется у нас по-белорусски хавайся ужита от такой бабы бабу тебя да и вот ребят мы с вами видим какой калюня иногда он как за шуган какой-то как будто сказал не то или съел не то что положено и по лапкам получил либо навизжала на него за что-то ну как-то именно так он выглядит и возможно порой до после работки глухонет хорошенько бутылочку пивка там и язык развязывается там где-то может и сам алёне что-то сказать либо заткнуть рот ходила опять показывала калюню ну ей же надо было его снимать они же привыкли друг друга по очереди снимать она его снимает как он там ходит до возле этой лозы что-то там поливает то потом он ее снимает и так по очереди вот представляете тоже блогеры не умеют по-другому ну видимо не знаю что сейчас в современном мире присутствует штативы поставили и возюкайтесь сколько хотите только там действительно нужно работать до когда штатив стоит многие блогеры показывают так как картошку копают как перебирают заодно болтаются зрителями и не надо друг дружку снимать а это знаете вот прошлый век такой ходят друг за другом и снимают и толком работы никакой не делают потому что то и дело что таскаются и позируют друг другу на камеру ну калюня как хочешь но алюне приходится попозировать а нас у нас же бриллиантовая королева короче ребят они обрезали все что можно и все что не нужно протаскались просто по своему участку обчикивая и снимая друг друга и знаете если у них есть такие скучные видеоролики то это вообще самое что не есть скукотище поэтому я даже не стала досматривать до конца думаю надо приступать к тюлю да приступать к занавесям там же целый обзор и обязательно надо это посмотреть калюни на выступление было замечательное сказал что будет ролик интересный замечательный поэтому оставайтесь с нами прям таки интересный замечательный но блин думаю точно будет что-то интересно и замечательно прям от соломона рабаева дальше алюня провизжала и пропозировала там перед зрителями своим наигранным писком ой ребят когда здоровается хочет выскочить из одежды чтобы показаться себя такой миловидной доброй тетушкой бабулечкой но это фальш просто лезет насквозь и алюми дальше сообщила что будет обзор тюля и что елена николаевна уже все сделала зашила перешила подшила и время пришло похвастаться именно похвастаться обзор но я считаю что обзор это когда присылают что-то на обзор а здесь ну кто поедет к тому соломону и шо она выиграла того соломона прям таки ребят смешно что им вообще могут прислать на рекламу ребят я со смеху упаду если им что-то пришлют что они могут сказать калюня кричать замечательно круто класс а это как налепить что нибудь своим языком со своими словечками то то рекламная кампания и сами за головы возьмутся ну и дальше таки она пропиарила канал youtube канал соломона но я не верю ребят что получила она все даром по той причине что за 4 с хвостиком тысячи подписчиков на канале никто не станет присылать достаточно дорогие вещи на обзор поэтому она купила и решила похвалиться чего же она накупила алюне просто так не показывает это надо чтобы вы хвалили ее хвалили хвалили и даже можно перехваливать тысячу раз а дальше ребят я ржала алюне когда начала опять отчитывать зрителей но как-то быстро читала и рассказала что якобы что мы так неправильно говорим тюльки коверкаем словечки и говорит каждый думает по-своему алюнь рассказывать я услышала что каждый думает по-своему у каждого свое мнение это ж прям заучила мои слова алюнь ты там со своими зрителями разбирайся у меня не надо провисать так долго на канале послушала запомнила и ушла а с коментами моими я разберусь сама а ты там у себя отвечай а не подчищай а то почистила и знаете этим как попугаем ответила копировать вставить копировать вставить и на здоровье вот вам и уважение к зрителям ой и комбинированная занавесь и кружева или он чего только об этих занавесях нет как завелась ребят у меня в ушах зажужжала слушайте она кому-нибудь нужно просто понимаете снимать им совсем нечего то вешают эти занавеси то обозревают эти занавеси то по обрезает все что можно и нельзя в своем огороде то бесконечно жрут и знаете я еще настолько скучных блогеров не видела и кстати я вот помню свой первый обзор на них тогда когда урал очка их пропиарила я помню ребят как я даже отстаивала их я говорила что они гораздо приличные урал очки гораздо культурные грамотные и как же ребят я ошибалась как вспомню так вздрогну не зря мои подписчики мне писали дам критиковали меня что как я могу как бы ошибаться так в людях а сейчас ребят просто невозможно знаете и этот видеоролики они не смогла до конца досмотреть но понимая то что из этого обзор невозможно написать что там в каждой комнате своя вот это занавеси о которой она рассказывает до плеваться охота плеваться охота дошло уже тогда до того что занавеси просто занавеси стали каким-то рекламным товаром что ли и опять же ну за деньги за деньги она их купила никто не станет столько много тюля до бесплатно отсылать ой короче ну такое себе смотреть правда невозможно прям и 3d рисунок прям французская сетка лен ой ребят я не смогла это все дослушать до конца вы меня уж простите но я думаю что ни одна из вас все это не выслушала это надо просто имеет железные нервы кстати хоть бы показывали да нормально цвет рисунок но ведь ничего же не видно абсолютно ничего тюль показывают ну как мне кажется не при дневном освещении при вечернем больше видно как можно снимать тюль да когда ее именно когда свет очень плохо рассмотреть можно ну я не знаю но камера у них а бы что и покупать же они ее не хотят ждут когда подписчики на донатят да потому что хотелось очень сильно бриллиантов а камеру хотелось ну не очень вернее очень но только не самим покупать опять показала иконы которые выставила на самом последнем этаже чуть ли не под потолком сказала мы же христиане якобы почитаем иконы ой и меж поплохела она даже в церковь не ходит она не знает какие названия праздников бывают да и путается в этом говорит христианка христианка ты хотя бы поочередность праздников христианских выучи а то вот иногда знаете кричат кричат мы христиане мы почитаем там православие на самом деле даже название в праздников православных не знают я ребята с любовью отношусь к любой религии пусть это будет православие пусть это будет протестанты и католики и мусульмане мне не важно ребят какое вероисповедание у людей но противно то что люди выставляя иконы хотят показать что они якобы христиане да вера у них христианская но при этом не знают какие праздники какого числа и при этом понятия не имеет что такое молитва понятия не имеет что такое причастие но и всякое прочее в общем как то так после обзора алюня стала по стойке смирно возле этого своего искусственного цветника склепа отчиталась что показали все они зрителям я надеюсь ребят правда что это все и что больше ничего на такого подобного показывать не будет и не будет нам дурить голову с этими обзорами и попрощалась со зрителями и наконец таки я выдохнула хотя правда видеоролики на перемотке смотрела и на ускоренном но вы знаете я подустала от них в общем пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю каждый вправе думать по-своему потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному и это нормально жду ваших комментариев жду вашего мнения прекрасного всем настроения позитивных эмоций мирного неба над головой любви добра понимания и конечно же здоровья берегите себя берегите своих близких но я вас обнимаю всем пока пока и